здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также оставляйте запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны сегодня по просьбе моей подписчицы я сделаю расклад на евгения мураева это политик украины и был вопрос такой почему он снял свою кандидатуру с президентских выборов когда выбирали вот как раз таки зеленского и он также выставлял свою кандидатуру что я первое посмотрю его карту и и как раз таки истинная причина снятия своей кандидатуры с президентских выборов почему же он так сделал он молодой политик ему 46 лет депутат украины но во всяком случае насколько я поняла что он пользовался также успехом первое его карта что он за человек что он из себя представляет истинная причина снятия своей кандидатуры с президентских выборов так и на данный момент где он сейчас находит находится да так первое вы знаете я вижу что он очень человек терпеливый выносливый это по рыцарю пентакли опять таки правильно распределяет свои ресурсы у него очень замечательный потенциал организаторские способности хорошие хорошая организованность и трудолюбие он достаточно осторожный осмотрительный если он берется за дело то он все делает взвешенно расчетлив все рассчитывает именно желание довести начатое дело до до конца образованный талантливый могу так же сказать что у него есть сердечная доброта забота о других людях отзывчивый порядочный семьянин что очень важно и есть вот знаете жизнелюбие и жизнерадостность ну вы знаете такой могу сказать что даже достойный он человек посмотрим почему же он снял ну вы знаете вот по королеве пентакли да и по королю пентакли я могу сказать он сам достаточно обеспеченный и у него по всей видимости помимо политики он еще чем-то занимался вообще то что я вижу он видит Украину независимой и ну вот он ее как-то не видит знаете можно так сказать ну в составе России что ли но не видит он ее юго-западным федеральным округом российской федерации можно так сказать он достаточно могу сказать что и народ то любит и Украину любит но вот что я здесь могу отметить во первых изначально то что он видел это же ведь карта еще и ресурсная да а вот те земные ресурсы которым принадлежат Украина это опять таки борьба геополитики которые принадлежат Украины все раздербанилось то есть это и плодородие и то что эта земля дает нет духовной власти есть только жажда наживы у него произошло очень сильное разочарование и вот у него может быть поначалу был вот какой-то такой драйв политический а потом он сошел на нет потому что вот он что он увидел жажда наживы сильнее любви к народу и его это разочаровало здесь еще мог быть какой-то человек замешан в этом он не просто так ушел он понял что по всей видимости бесполезна вот эта вот борьба то есть у политиков есть заинтересованность получать деньги а не заботиться о народе могу еще знаете что сказать что все равно западные партнеры желают раздербанить Украину и он это увидел он это увидел и те руководители которые стояли у власти у них только одна была цель наживо поэтому он как бы сначала взял вот временный этот знаете отпуск чтобы переоценить свои возможности возможно у него даже знаете что произошло даже переоценка своих сил могло быть такое что он переоценил свои возможности он как бы отступил для того чтобы посмотреть что будет дальше сейчас посмотрю кто-то конкретно ему мог угрожать ну почему он так да с одной стороны очень талантливый молодой политик вы знаете могу так сказать когда он снимал свою кандидатуру конкретно угроз не было но были здесь политически однозначно очень разногласия то есть его как будто и никто и не слушал вот давайте я посмотрю что с ним сейчас а вы знаете он в каком-то находится затруднительном положении что-то вот как-то как нарушение нарушение по отношению к нему идет вот нарушение стабильности и здесь идет по пятерке пентаклей как обнищание так мне нужно открыть эту карту где он сейчас находится что с ним да да он мог как уехать да однозначно это резкий резкий переезд причем резкая смена жительства за границу по рыцарю жезлов семерка мечей какая-то подлость по отношению к нему и шестерка мечей переезд вы знаете даже я вижу здесь те его как сказать политические товарищи да здесь идет возможно как предательство ну вот если вот так вот подытожить я не вижу его на территории Украины однозначно он переехал куда-то за границу но сейчас идет по всей видимости на него все равно оказывается какой-то даже на расстоянии гонения и давления по семерке мечей возможно знаете вот эти вот какие-то подковерные гадкие грязные политические игры со стороны украинских политиков но я не могу сказать что вот он сейчас находится вот в такой вот стабильности то есть у него как будто отнимают радость жизни ой вы знаете я вообще вижу его как хотят как жертву принести чтобы над ним какой-то как суть состоялся Но, по всей видимости, его вот эти политические взгляды как-то могли быть искажены, и здесь могут, знаете, в связи вот с этой вот всей сложившейся ситуацией на Украине, да, его, по всей видимости, знаете, как считают, ну, как предателем, потому что он покинул страну, но не просто так, знаете, если его будут считать предателем только в том случае, если будут считать, что он находится в каких-то взаимоотношениях все-таки с Кремлем, понимаете? Ну, я могу сказать, что Украине на данный момент не то, что Украине, политикам, которые стоят у власти Украины, а также всем этим западным партнерам, европейским партнерам, такие, как Евгений Мураев, не нужны, потому что он, я вижу, он честный, порядочный политик, и, конечно, он не хотел быть в руках Байдена, марионеткой, а также в руках, как говорится, Запада, то, что сейчас происходит, понимаете? Ну, вот я вижу это так. Я вижу это так. Кстати, такой довольно-таки очень талантливый ведь политик. Такие политики должны стоять везде, и в России, и в Украине, везде, потому что я вижу, что он человек, который не пришел, не хочет прийти к власти, дабы, как говорится, нажиться, а сделать действительно свою родину, свою страну красивой, и чтобы был обеспеченный народ. Ну, по всей видимости, украинским политикам такие политики не нужны. Если к данному раскладу у вас есть какая-то своя информация, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей, берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова